Прощание с народным артистом СССР Муслимом Магомаевым Состоялось на сцене, где он дал свой первый сольный концерт На двух экранах менялись фото, звучал его уникальный голос Он для меня отправлен оттуда, с неба Он последний Орфей на земле Но почему Орфей замолчал, когда был еще молодым мужчиной? Ушел со сцены и ограничил контакты с внешним миром? Чем расплодился за славу? И кто виновен в его ранней смерти? Москва, 28 октября 2008 года На прощании с Муслимом Магомаевым Все говорили о том, что всегда поражались его успеху Об этом можно только мечтать Хоть и говорят, что не сотвори себе кумира Я ему себе лет в 14 сотворил И не знаю, как сложилась бы моя судьба Если бы моим кумиром не стал Муслим Магомаевым Прощание с Муслимом Магомаевым Вел друг артиста-искусствовед Святослав Белза Который сказал Его роскошный баритон покорил не одно поколение слушателей Но требовательность к себе Заставила слишком рано сойти со сцены Никто никогда не сравнивал себя с Муслимом Существовала одна единица измерения творчества Один Магомаев А процентов уже от этой единицы Каждый пускай возьмет на себя На свою совесть Магомаев в свое время очень переживал Из-за того, что это Кобзона, а не его Режиссер Татьяна Леознова Выбрала для исполнения песни В 17 мгновениях весны Когда она услышала запись Магомаева Она сказала, что это все потрясающе, шикарно Но это Магомаев Это его голос, его не спутаешь ни с чем А у нас такой разведчик, Штирлиц И нам надо не, чтобы Магомаев пел А чтобы пел этот человек за кадром Иосиф Кобзон всегда был на нашей сцене Менялись власти, государственный строй Но голос Кобзона сопровождал все эпохи Он пел почти до последнего дня А вот Магомаев резко сократил количество концертов Едва ему исполнилось 40 Породив множество слухов о проблемах То ли со здоровьем, то ли с властью Началась перестройка Нужно было крутиться, искать новые связи Подсуетившись, он мог стать в Азербайджане Директором любого театра Министром культуры Но быть чиновником Магомаев не хотел Муслим крайне не любил Никакую работу и заботу Связанную Связанную с Вот этими жуткими ВЦК Кобзонболовской, Ацкомпартии Миссис Культуры В конце 80-х министром культуры Азербайджанской ССР Стал Палат Бюльбюляглы Вечный конкурент Магомаева Который такого успеха добиться не смог И он заявил, что содержать такую махину Как оркестр Магомаева для республики Слишком дорого Урезал финансирование И Магомаеву пришлось распустить музыкантов Он остался один На него навалилась усталость Здесь у нас туманные дожди Здесь у нас холодные рассветы Зрителям всегда казалось, что Магомаев поет, как дышит Что это дается ему легко и просто Но это было не так Артист всегда страшно волновался перед выходом на сцену Он всегда с собой брал несколько рубашек Потому что они были просто мокрыми Их можно было выжимать И иногда просто вот он стоял И было видно, что им безумно страшно И в начале 90-х он принял решение уйти на покой Магомаев считал, что его голос не звучит так, как раньше Он принял решение сам, что он стал петь хуже Причем, поверь мне, никто Профессионалы, любители, друзья и родные Говорили ему, ничего не хуже, ты гениально поешь Но я-то сам знаю И он перестал петь Ему было всего 50 И он пропал Никаких гастролей, никакой общественной деятельности Магомаев изредка появлялся на больших государственных концертах Но квартиру покидать не любил и не хотел Конечно, мне приятно, когда люди сетуют на то, что я рано, дескать, ушел Когда они опечалены моим отсутствием Но было бы хуже, если бы они говорили Да сколько же можно еще петь? Москва, 28 октября 2008 года Движение машин в этот день по Садовому кольцу было перекрыто Люди добирались до зала Чайковского на метро и пешком Когда вот ехали в метро, во всех станциях, на стюбюлях звучали песни мысли им Магомаева Я видел по Садовому кольцу от МИДа очередь в 3-4 человека до зала Чайковского, понимаете? Я больше такого не видел И боюсь, что и не увижу Это случилось в марте 1963 года В Москве открылся дворец съездов И в новом пафосном строении в стенах Кремля Дали возможность блеснуть талантами каждой республики Советского Союза Люди мира, на минуту встаньте Это с ума сойти, я думал, я не знал, что так можно петь Я не слышал ничего подобного до этого Что это нерв, это сумасшедшая какая-то энергетика, кураж И потрясающий голос, и стоит фантастический принц Тонкий, красивый Магомаеву было всего 19 лет И в ложе Кремлевского дворца съездов в тот вечер сидела министр культуры Екатерина Фурцева И она воскликнула Наконец-то у нас появился настоящий баритон АПЛОДИСМЕНТЫ Скандировали, бессировали Он ходил, вежливо кланялся, улыбался, уходил А зал разрывался От аплодисментов бурных суматошных До скандежа Потом крики «Браво! Би!» На следующий день ему предложили пройти прослушивание в Большом театре Но он подумал и отказался от лесного предложения Может быть, он посчитал, что у него нет стенобитного голоса Который бы заполнял тот или иной оперный зал А на самом деле Магомаев просто не хотел положить свою жизнь На служение высокому искусству И честно признавался в своих интервью, что поет, как соловей Только когда на душе хорошо и светит солнце Не люблю идти против своего настроения Я человек очень разовый Хочу, пою, не хочу, не пою А классический певец ежедневно должен вкалывать Прорабатывая каждую нотку Мне же не хватило усидчивости Никогда нельзя быть Недовольным своей судьбой Если судьба тебе улыбалась Ну, чужая судьба улыбалась Он действительно был баловнем судьбы Ему сказочно везло Рядом все время находились мощные люди Оказывающие его таланту огромную поддержку И мало кто знал, что будучи ребенком Он пережил предательство самого главного в жизни человека Собственной мамы Молодая еще тогда, учащаясь Айшетах недавно Моя бабушка Чтобы не таскать малютку За собой Вот этот вот Вести кочевой образ жизни Оставила его дядя с тетей Отец Муслима погиб за две недели до победы А мать была эксцентричной актрисой Она жила своими концертами Моталась по гастролям Очень хотела еще раз выйти замуж И маленький сын оказался ей не нужен Он рассказывал, что как бы он был обижен мамой Когда Айшет приняла решение Отдать Муслима на воспитание бабушке и дяде Она считала, что делает для ребенка благо У него появится настоящий дом Хорошая школа Им будут заниматься С едой было все плохо А там семья довольно состоятельная была В достатке жили Потом Айшет еще раз вышла замуж тоже за актера В новой семье родилось двое детей Сын Юрий и дочь Татьяна Но Муслима она к себе не забрала И уехала в Мурманск Когда Магомаев стал уже знаменитым артистом Он навещал ее Всегда готов был дать деньги, устроить лечение Зла на нее никогда не держал Но теплых отношений не было И быть не могло Про папу и маму мало кто знал Но все знали про его дядю, у которого он жил Он был заместителем представителя министра И постпредом Азербайджана в России Дядя Чамал Муслим рос в очень обеспеченной семье Но стать мажором Высокопоставленный дядя ему не позволил Упор в воспитании был сделан На развитие очевидного музыкального таланта Профессиональные репетиторы Лучшие инструменты Лучшая школа У него было все Вот тогда я уже стал петь Как сумасшедший по семь По восемь часов в день Как-то в Баку приехал Большой театр И могущественный дядя Организовал ему прослушивание У оперной Примадонны Но как он не старался Вердикт был суров Голос хороший, но не более того Интересно, что думала эта дама Через десять лет Когда Магомаев стал абсолютной звездой И кумиром миллионов граждан Единственный, наверное, человек Который в 31 год Стал народным артистом СССР В 31 год Это нереально Я второго такого не знаю И коллеги по вокальному цеху Всегда поражались Что голос Магомаева Совсем не страдает от того Что накануне он полночи провел в ресторане И все время дымит сигаретой Как вот говорят Лужоная глотка Вот у Магомаева была именно лужоная глотка Она настолько была мощная Что даже те две-три пачки в день Которые он выкуривал Даже это не сломало его как певца Я точно знаю Что он во многом от этого Рана из жизни ушел К сожалению Во многом из-за этого Москва, 14 июля 2008 года Муслима Магомаева доставили в центральную клиническую больницу Кардиологи-кремлевки подтвердили прежний диагноз Ишемическая болезнь сердца И атеросклероз сосудов Врачам было страшно Часть сердца не работала вообще Он мало проверялся Он не следовался этом врачей Он, то есть, вот Ну вот, ну как вам сказать Ну Он был Невнимательный к своему здоровью За полгода до этого Певцу вставили в сосуды Специальные катетеры Но этого оказалось недостаточно Мы хотели операцию на сердце делать Вот, по кире я хотел ему делать Операцию на сердце Шунтирование хотели делать Последнее перед решающей операцией Обследование должно было состояться 11 ноября 2008 года А 25 октября Магомаева не стало Его сердце остановилось рано утром Дома Скорая приехала быстро Но сделать врачи ничего не смогли Рядом была, как всегда, жена Она позвонила, она ничего мне не сказала Просто раздался звонок Я говорю, Тамара, я все понял, сейчас буду Смерть человека, даже если он долго болел И все понимали, что уход уже близок Всегда потрясение И то, к чему подготовиться, конечно, невозможно Ну, казалось бы, ну как Этот человек, который здорово поет Который потрясающе красив Как он может умереть? Эти женщины приходят к памятнику Муслима Магомаева по несколько раз в год София не раз стояла в отряде Своеобразной народной дружины Которые сознательные фанатки Организовали для защиты Магомаева От поклонниц безумных И даже был момент Я не пустила Тамару Ильиничну Это был как раз тот год Когда она только вышла замуж Я не знала, что она жена И мне пришлось так же ее Она говорит, пустите меня, я жена Я говорю, знаете, каждый назовется женой А он один Поклонницы годами обитали В подъезде дома, в котором жил Магомаев И он с сочувствием относился К этим дамам Даже когда они вели себя Просто ужасно Свадьба, свадьба, свадьба Особое безумство в зале Всегда вызывала песня Свадьба Скромные советские женщины Прорывались на сцену И душили Магомаева В горячих объятиях Был случай вопиющий для советской эпохи Такой чопорный Какая-то девушка Дама Бежала по проходу С дикими криками Что я хочу от тебя ребенка Несколько лет Магомаева Преследовала жительница Смоленской области Ирина Короткова Которая утверждала Что в 93-м провела с ним Ночь любви в отеле Балчук А потом родила от артиста дочку Не первый и не последний раз Женщины сходят с ума На любви к эстрадным звездам Поэтому я легко могу себе представить Она представляла Представляла себе Вот как бы они встретились Вот что было бы Вот и в итоге в эту историю Поверила сама Вся история была шита белыми нитками Магомаев брезгливо отмахивался От расспросов на эту тему Но Короткова не унималась Поливала артиста грязью Требовала внимания и денег На одном из телешоу Ее вывели на чистую воду Но долгие годы лжи и грязи Очень дорого стоили артисту Он же был очень ранимым человеком И это могло его просто ввести В состояние депрессии Хотя он знал, что ничего не было У него с этой девушкой И это не его ребенок Фанатка певца Елена Каткова Была хорошим фотографом Ездила с ним на гастроли И делала удачные снимки артиста И тоже утверждает, что родила От Магомаева сына Я довольная и счастливая Привезла этот кулечек И значит, Муслим был дома Я позвонила Он открыл дверь У Елены оказался развязанным шнурок И по ее рассказам Магомаев указал на это Она решила его завязать И передала ребенка в руки артиста Вы знаете, он действительно Красиво смотрелся с ребенком Не то, что это мой Он взял его, я завязала Но это был блеск в его глазах Андрей Катков активно поддерживает легенду О своем родстве с Муслимом Магомаевым Принимает участие в телешоу Без этого он и его мама Вели бы обычную жизнь Ничем не примечательных граждан А так она у них гораздо ярче и интересней Фигура Магомаева Очень привлекательная и лакомая Для таких людей Которые хотят Кто наследство хочет, кто славы хочет Кто примазаться хочет к истории Первый раз Магомаев женился Когда ему было всего 18 лет Его избранницу звали Офелия Она была дочкой члена Академии наук Бабушка Муслима была против раннего брака Даже спрятала паспорт внука Но он был горячим парнем И потащил возлюбленную в ЗАГС Просто назло всем близким Своего жилья у молодоженов не было Они стали жить с родителями юной Офелии Муслиму не хватало денег, чтобы снять отдельное жилье И не зависеть от семьи супруги Не заладились отношения с тещей Магомаев устроился в ансамбль песни и пляски Бакинского военного округа Стал неплохо зарабатывать Было очень много гастролей Что его очень радовало Брак Муслима трещал по швам Дома ему было плохо Вскоре его переманили в филармонию в городе Грозный Обещали квартиру и сказочные гонорары Но грозненские чиновники от культуры Муслима обманули Квартиры не дали Денег он получал очень мало Отношения с женой становились все хуже Впервые в жизни он перешел на еду черный хлеб и килька Которую никогда раньше в жизни не ел И это было отвратительно невкусно Офелия, конечно, такой жизни не выдержала И немедленно уехала обратно в Баку Тут выясняется, что Офелия беременна У супругов появилась дочка Марина Но вскоре они развелись Ребенка он очень любил Но не чувствовал себя семейным человеком в тот момент вообще И он в тот момент вообще считал, что он больше не женится Москва, 23 ноября 1963 года От напряжения в тот вечер у Магомаева кружилась голова Он страшно боялся, что увидит пустые кресла в зале Это был его первый сольный концерт в концертном зале имени Чайковского Магомаев волновался, на лбу был холодный пот Но через три композиции все страхи его оставили И вместо 16 он спел 23 песни Уже выключили свет, увезли рояль А люди не уходили из зала Стояли и продолжали хлопать И он попросил рояль вернуть Стал петь 24 тысячи поцелуев Песню Челентано И сам себя компонировать И соответственно вибрировать всем телом За роялем Артисты советской эстрады в то время походили на сцене на монументы, издающие звуки Никаких лишних движений, никакого кокетства с публикой Шаг в лево, шаг в право Это попытка к бегству от генеральной линии партии в искусстве Ну что ж, друзья, я с удовольствием спою еще А юный Магомаев вел себя как Элвис Пресли Он просто не понимал, что делать так нельзя И заражал всех сумасшедшей энергией Ну что так робко стоишь О чем задумалась ты опять У Магомаева была мощь, экспрессия и страсть такая явная И не успел Магомаев прийти в себя после этого триумфа Как его послали на стажировку в Италию В знаменитый театр Ла Скала Певец Муслим Магомаев скоро уезжает в Италию Где он будет петь в театре Ла Скала Стажировка в Италии была такой престижной по тем временам Что, конечно, без какой-то очень серьезной поддержки На самом высоком уровне Ее в принципе не могло быть Указ об этом лично подписала министр культуры Екатерина Фурцева И журналисты любят писать про то, что она мечтала о романе с Магомаевым И раскручивала его в надежде на взаимное чувство И дальше, дальше можно сказать Что у него были одни победы Какой такой звездный полет Москва, март 2008 года Муслим Магомаев уже много лет почти не выходил из дома Он был очень слаб Страдал от множества тяжелых болезней Сужение сосудов, атеросклероз, тахикардия, гипертония, патология сердечной мышцы Близкие говорили, надо лечиться Взяться за ум, сесть на диету Бросить вредные привычки, ходить в бассейн Но артист пресекал такие советы Он не лечился и не хотел лечиться То есть вот в чем дело То есть Муслим, понимаете, он Он к своему физическому состоянию, к своему телу относился как к оболочке, которая его не понимает Гостей он принимал очень редко Но если компания была по душе Никогда не отказывал себе в хорошей порции дорогого коньяка Что при болезни сосудов и сердца было недопустимо вовсе Мы с ним не раз выпивали Я тоже человек любящий выпить Поэтому я это хорошо знаю Он никогда и никому не жаловался Закрылся от всех Но когда звонили, говорил очень бодро Единственный был звоночек Последний наш разговор, это за день Он мне позвонил, сказал, что Понимаете, как будто он не про себя говорит, а про постороннего человека Что-то, по-моему, ножки у меня отказали Араса Галаров вновь предложил ему организовать лечение у лучших врачей И привезти ему любую коляску Но коляска и Магомаев Это были несовместимые вещи А ты Магомаева в коляске представляешь? Понимаете, да? И он на следующий день все, ушел Муслим Магомаев мог стать мировой звездой и жить в Европе Получая миллионы долларов В 1966 году он выступил в парижском зале Олимпия И ему сразу предложили годовой контракт И описали блестящие перспективы на много лет вперед Муслим взорвал Париж своим пением Потому что такую голосину мало, такую мощь песенную Мало кто мог тогда продемонстрировать во всем мире Во время гастролей за рубежом остались там Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Наталья Макарова Но Магомаев не мог представить себе подобной истории Он уважал свою страну и считал такое бегство позором И страшно боялся за родню, которым не дали бы жизни После такого поступка артиста Ну, условно, пару вечеров об этом думал Но тогда это воспринималось почти как предательство, понимаете? А он очень благородный человек Он пойти на предательство не мог А родина одной рукой давала ему награды А другой – звонкие оплеухи В конце 60-х Магомаев чуть не сел на скамью подсудимых К нему обратился ушлый концертный администратор Из Ростова-на-Дону Павел Леонидов Который убедил его помочь нищей филармонии Еле сводящей концы с концами Дети голодают, зарплату не можем выплатить Спасет только 10 концертов сольных Магомаева на стадионе Магомаеву дали тройную ставку Убедили, что все законно Но вскоре он оказался в кабинете следователя И его обвинили в участии в левых концертах Мошенничестве и нетрудовых доходах Но он категорически отказывался возвращать гонорары И виновным себя не считал Чем вызывал просто бешенство чиновников, которые его распекали Муслим сказал, что я никогда в жизни не знал Что с незаконных денег вычитает подоходный налог, алименты В общем, все как полагается Но его выслали из Москвы в Баку Запретили эфиры на радио и телевидении Фурцева заступаться за него не стала И спас его Юрий Андропов Который затребовал артиста на торжество в честь КГБ Позорил к концу и сказал Извините, мы вас не понимаем И мы тут же дали разрешение И так снова вернулся в Москву Магомаев всегда зарабатывал очень много Один концерт на стадионе официально стоил 600 рублей Но он не был одержимым стяжателем и легко расставался с деньгами В Москве ходили легенды о щедрости артиста Деньги для него, мне так кажется, были для того, чтобы радовать себя, своих близких и друзей Вот могла случиться ситуация, когда в трех-четырех местах Москвы, в трех-четырех знаменитых ресторанах В один и тот же вечер были накрыты столы от его имени, под его имя А он при этом не появлялся ни в одном из этих мест Там собирались друзья, ждали, пили, ели, что называется, за его счет и пили за его здоровье, конечно Москва, 23 августа 1994 года Гражданская панихида по поэту Роберту Рождественскому Море цветов и скорби Проститься с ним пришел и очень близкий ему человек Муслим Магомаев В 1994-м Магомаев прощался с поэтом, который вместе с композитором Арно Бабаджаняном подарил ему самые лучшие в его репертуаре песни Ноктюрн вызывал слезы у сидящих в зале Главное его оружие была душа Главное оружие, как художника, было огромное сердце Которое пульсировало и наполняло жизнью Именно когда он пел, когда он творит А вот одна из первых песен троицы Рождественский Бабаджанян Магомаев не понравилась Хрущеву И он ее запретил Песня плывет Сказал, что, Боже мой, этот твист Как можно петь про Москву? Твист запретить Но песня прорвалась к народу при Брежневе И стала неформальным гимном столицы Песня Очевидцы вспоминают, что когда Брежнев слышал «Белла Чао», то вскакивал и начинал пританцовывать И долгие годы журналисты собирали факты, которые должны были доказать, что у певца был роман с Галиной Брежневой Галина Брежнева всю жизнь с огромным трепетом относилась к красивым мужчинам из мира искусства И, выпив, могла вести себя беспардонно Об этом в своем интервью рассказывала гражданская жена Магомаева Людмила Фиготина Это был такой кошмар Галя Брежнева напилась на банкете после концерта, затянула в свою машину, говорила «Муслим, ты должен проводить меня до дома» Но Магомаев сумел избавиться от назойливого внимания дочки генсека У него и без ее покровительства было все, о чем мог мечтать артист в Советском Союзе И он всегда выбирал исключительно красивых женщин Галина Леонидовна ничем его прельстить не могла Самое важное, они разошлись по-хорошему Вот это вот очень важно При этом Магомаева не загнали там куда-то за Мажай Не вычеркнули из всех там списков, из всех концертных Не закрыли путь на телевидение А могли бы Москва, 28 октября 2008 года Тяжелее всех в этот страшный день было Тамаре Синявской, любимой жене артиста Я сидел сзади Тамары, я видел, что творилось на ее лице Это очень горько, я знаю, когда близкие уходят Они познакомились в 1972 году Тамара в то время была замужем Делала блестящую карьеру и была солисткой Большого театра Моя полная страсть Буквально не слезал с телефона, когда Тамара была на стажировке в Италию Супруг Синявской быстро понял, что третий лишний Да и певица не собиралась долго быть в роли неверной супруги С мужем она рассталась И навсегда соединила свою судьбу с Муслимом Магомаевым И стала жить исключительно ради него Она понимала, что ему нужна в первую очередь не певица Рядом с ним, а женщина, друг, принести в жертву свой такой шикарный голос Известный и любимый на весь мир Это делать ей великую честь Они были гармоничной и счастливой парой Прожили вместе 34 года Характер у Магомаева был непростой Но он умел красиво мириться Но, к сожалению, у супругов не было детей И для нее это была огромная трагедия Она готова была лечиться и обследоваться И она делала это Но врачи ничего не находили Но и ничего утешительного тоже не говорили В последние годы жизни она была нужна ему как никогда Магомаев стал беспомощным, слабым Но она создала атмосферу, в которой ему было легко и спокойно Как она за ним ухаживала С какой жертвенностью, но добровольной С какой добротой, с каким пониманием Она с ним как с ребенком носилась Резкое ухудшение здоровья Магомаева Произошло в начале июня 2008 года Но Синявская не могла поверить в то Что ее любимому человеку осталось совсем немного Но не прошло и полгода Как она смотрела на него в гробу Принимала соболезнования И слушала прощальные слова Когда стали выносить гроб с телом Муслима Магомаева Вы знаете, хорошо, что на улице было очень много милиции Потому что могла бы образоваться давка Было бы, как говорится, могло быть несчастье даже с людьми Потому что настолько было их желание Последний раз увидеть своего любимого Муслима Магомаева Москва, 28 октября 2008 года На прощании с Муслимом Магомаевым Все много говорили о главной женщине в жизни артиста Это необыкновенная пара двоих людей На которых были направлены взоры всех почитателей, прессы Но которые жили всегда своим миром Своей любовью Своими чувствами И никто не вспоминал Людмилу Фиготину Женщину, с которой артист был в долгом гражданском браке Это интервью она дала в США Куда уехала в середине 70-х Я уехала, потому что я не хотела там жить без него Все бросила И положение, и друзей, и родителей Я уехала от того, чтобы не слышать этого имени Не говорить об этом никогда в жизни своей С Людмилой Магомаев познакомился в доме звукозаписи Она работала музыкальным редактором И видела его номер в огоньке Был худой, несуразный Такой голос красивый А сам какой-то Ну вот прям ни туда, ни сюда Как говорится Магомаев только что развелся с первой супругой И был совершенно свободен А вот Мила тогда была замужней, особой Но быстро развелась Когда поняла, что отношения с Магомаевым Это очень серьезно Она была секретарем, помощником Очень умная Одаренная девочка И очень его любила И занималась всеми его делами Людмила всегда понимала Магомаев никогда не будет принадлежать только ей Это был главный секс-символ советской эстрады Несколько раз Муслим Магомаев считал, что это последние минуты жизни Один раз вообще народ стекся сразу Я оказался все день в поле Думал, останусь я жив И вообще Уже все, конец Мила страшно ревновала Муслима И поводы для раздирающих душу мучений он давал беспрерывно Он был неотразимым мужчиной У которого было все Талант, деньги, слава, энергия Заграничная внешность, лоск У Магомаева было, безусловно, много романов Потому что все женщины Советского Союза Практически все, многие, большинство Были у его ног Молва приписывала ему романы С самыми красивыми и знаменитыми актрисами Незадолго до своей смерти Наталья Кустинская рассказала Что было между ними в конце 60-х Запретить себе любить нельзя Один раз мы все-таки были близки Но, думаю, ни одна женщина на моем месте Не устояла бы перед этим мужчиной Муслим звонил на протяжении двух лет Он однажды мне говорит Пойди в магазин, купи флакончик духов Я говорю, и кому ты собираешься дарить? Он говорит, какое твое дело? Я знаю, кому надо подарить Ну, кому? Кустинской Кустинская была невероятно красивой О ней мечтали самые богатые и успешные мужчины Советского Союза Магомаев осыпал ее подарками Готов был выполнить любой каприз Ухаживал он всегда красиво Но актриса была замужем Их отношения закончились, когда Кустинская сообщила Что ждет от мужа ребенка Она красивая была женщина У них была любовь Разная там, со ссорами, со всякими делами Все было С Людмилой Фиготиной Магомаев по ее утверждению Прожил 16 лет А сам артист говорил, что 6 И никогда не собирался на ней жениться официально В 1972 году у Магомаева начался роман с Тамарой Синявской И вскоре Фиготина покинула Советский Союз Через 4 года она родила в США сына Даниэля И в нулевые неожиданно заявила, что его отец Магомаев Вышла статья в караване Интервью со мной в караване В общем, в котором я до сих пор не пойму Там ничего плохого не было Но Магомаев испытал настоящий шок И обвинил бывшую возлюбленную во лжи И желание отомстить ему, испортить репутацию И разрушить его брак с Тамарой Синявской Если бы у меня был сын, я бы от него никогда не отказался Наоборот, я гордился бы им После того, как мы расстались, у нас сохранялись нормальные отношения Мила также поддерживала связь с Тамарой А сейчас, наверное, женщина была не в себе и искала сенсации Только с мальчиками в этой фотографии представлены Было вообще абсолютно ничего общего Давайте оставим это на ее совести Людмила не приехала на прощание с Муслимом Магомаевым Не позволила здоровья А вот Даниэль в Москву прилетел Высокий Хороший, симпатичный, милый Я больше всего на него внимание обратила Через 4 года Даниэль, как внебрачный сын Магомаева Заявил свои права на наследство артиста Суд попросил его предъявить документы Подтверждающие родство спокойным артистам И был мужчины сразу резко остыл Он вернулся обратно в Штаты Где, видимо, до сих пор ищет свое свидетельство о рождении Телевидение ему предложило сделать ДНК Давайте, выходите Они же сейчас любят это ДНК делать Он почему-то исчез Решение, где похоронить Муслима Магомаева Принимала его вдова Тамара Синявская Как только стало известно о смерти артиста Ей позвонила из Баку Мехриман Алеева Супруга президента позвонила Я передал трубку Тамаре Она долго уговаривала, что... И потом Тамарина решение была рядом с дедом В Баку, в аллее почетного захоронения Одни считали правильно Магомаев должен обрести последний приют на родине Другие негодовали Но как же так? Разве можно, чтобы народный артист покинул Москву? Не летать же тысячам его поклонников в Азербайджан? Он был сыном огромного народа Которой страна именовалась Советский Союз И ему поклонялись все Узбеки, эстонцы, молдаване Президент дал распоряжение Лужкову Что немедленно свяжитесь Предложите Новодевичье кладбище в любом месте Но в итоге решили так Гражданская панихида должна пройти в Москве А могила Магомаева будет в Баку Муслим родился на этой земле И был в ней же и похоронен Баку, 29 октября 2008 года Гроб с телом Муслима Магомаева Прибыл на родину ранним утром Гражданская панихида состоялась в Бакинской филармонии Которая носит имя деда певца Тоже Муслима Магомаева Выдающийся дед И не менее выдающийся внук Это особое, феноменальное явление природы Как и в Москве звучал голос Муслима Магомаева Очень трудно было удержать свои чувства в каком-то балансе Когда послышался его голос Это было очень торжественное прощание И очень светлое я повторяю Проститься с народным артистом, казалось, пришло полгорода Приехал президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой И всех, простых смертных и высокие лица Объединяла искренняя скорбь Я помню одну женщину-старуху, которая Она просто, наверное, его любила Просто не родственница, никто Просто простая азербайджанская старая женщина Она вот вцепилась в дверь И не могла вот ни на шаг двинуться Она просто рыдала Заплаканные люди двинулись по проспекту Свободы Он был усыпан цветами Это были последние оглушительные аплодисменты Выдающегося артиста 20 века Муслим похоронен на самом почетном кладбище На вале почетного захоронения На среде тех людей Самых выдающихся людей Азербайджана Самых выдающихся людей Самых выдающихся людей Вам знают Каково Самых выдающихся людей Начнете